привет дорогой друг ты смотришь диван вопросов от родителей и сегодня у нас твой самый любимый ведущий никита никитин и невероятные потрясающий гость гость представьте джанки этого алина николаевна мне 24 года я студентка медицинского вуза но в данный момент я нахожусь в академии отпуске с ребенком со своим ребенком поздравляю это очень у нас как раз программа о воспитании детей а воспитание родителей поэтому нам твой опыт очень пригодится расскажи про ну прежде всего ты дверевец правильно ты росла ты сама верующая твой муж тоже верующий а твой ребенок а сколько твоему ребенку это очень здорово как вы сейчас уже начинаете воспитание ребенка в каких ценностях что вы стараетесь занести или особенности воспитания в первую очередь мне кажется такого маленького возраста надо вкладывать ребенка показывать ему свой пример надо вкладывать любовь заботу о днем ну она знает уже что такое аминь она говорит громче всех аминь в церкви после того как мы помолимся и но бывает смотрим сейчас детскую библию но пока она не совсем это понимает я думаю что с возрастом будет уже интереснее твои родители расскажи они были служители есть служители да мой папа был пастором в маленьком городке там небольшая церковь была я росла в такой христианской семье и мама тоже служила пением и вообще много очень выполнялась его в церкви на нашей семье всегда была большая ответственность а расскажи ну на тебе лично ты в вашей семье много детей нашей семье три ребенка два старших брат и я мы как пример всегда должны были быть церкви и каково это было тебе-то красиво будучи примером но это здорово конечно было потому что мне нравилось всегда общаться но у нас церковь была небольшая и мне сама не хватало возрастания когда я уже была в подростковом возрасте мне нужно было общение с более духовными людьми моего возраста их не было до были в основном младше меня или совсем там старшие ребята которые у которых интересы были со своими ну связи с этим возникает вопрос был ли тебе интересен мир у меня очень много было друзей и со школы и со двора и это были неверующие друзья и мы моим родителям очень тяжело было смотреть на то что вечерами я уходила гулять и я находилась в таком обществе конечно меня совесть останавливала говорила что то почему ты тут а с другой стороны я ничего не могла сделать мне хотелось общаться с людьми тоже и они знали что я верующая я говорил о том что я верусь что хожу в церковь но порой был такой возраст когда чужое мнение особенно своих сверстников она очень на тебя влияет и давит и был момент когда мне уже не хотелось церковь ходить 14 15 лет и мои родители очень молились из-за меня потому что мои старшие братья тоже как бы но у них было общение с ребятами тоже своего возраста верующими они за нас всех молились и наступает такой момент когда надо переезжать в питер когда это наступил когда мне было 16 лет когда я уже не хотел 8 лет назад до церковь и мой папа он отстранился от служения и просто сказал церкви я на данный момент хочу оставить это служение мы уехали в другую церковь рядом недалеко с этим городом в эстонии и он там вел свое служение мы очень радовались потому что там были чудесные люди и моего возраста они были верующие они мне очень вдохновляли поддерживали и все равно я не совсем там возрастала как хотелось бы хотя я уже была крещена на тот момент и покаявшиеся и получается так потом что надо переезжать нам в питер всем поступать всем работать там появляется работа но это был просто зов бога и мы переезжаем все туда до сюда я нахожу церковь поклоны горы мои родители тоже идут в нее и служим я сразу гуляюсь в общении с ребятами с молодежью я так благодарю сейчас вы в этой церкви нет сейчас не в этой я с мужем в его церкви она небольшая но я понимаю насколько господь был милостив к нам ко всем что мы переехали сюда и я начала иметь общение живое действенное на конференциях присутствовать и по-настоящему начал возрастать искать бога а вот расскажи ты сказал вот был перелом момент когда у тебя было вот это ты сказал была крещеная была личная встреча правильно понимаю да я еще в 13 лет я уже серьезно задумывалась над тем чтобы покаяться и крещение принять 13 как раз я и покаялась это происходило очень интересно мы дома сидели за разбором библии и меня какое-то было побуждение я сказала отцу я хочу сейчас помолиться молитву покаяния и он говорит давай хорошо если у тебя есть такое желание я помолилась со слезами я приняла господа своим спасителем я это сказал и после у меня было такое состояние около стола сидела и не хотела подниматься вот какое-то такое мир спокойствие любовь как угодно да мое сердце папа говорит чтобы все в порядке играть да со мной все прекрасно вам вот и после этого получилось так что мы поехали в израиль и там была возможность принять святое водное крещение в иордане я была очень рада и мы с братом приняли там крещение твое восприятие того что тебе говорили родители в детстве изменилась после того как ты стал матерью но ты чуть чуть больше стала понимать их переживания за тебя или это точно конечно намного больше я теперь понимаю что когда становишься родителем ты уже не так это все легко и просто как кажется когда твой ребенок что-то делать не так и ты понимаешь но ты не хочешь его и обидеть с одной стороны и с другой стороны ты хочешь ему объяснить так чтобы он это понял не обиделся на тебя но и принял и с другой стороны за него ты не можешь это решить вот что ты понимаешь так делать не надо но пока он сам этого не поймет вот ты не можешь ничего сделать только молиться а библии ты хорошо знаешь ну наверное не очень я думаю что нам пришло время это проверить рубрика знание библии в притче сказано иисусом что пасть что посеял враг вместе с пшеницей плевели лозу оливки или виноград плевела это правильный ответ какая книга следует после последний евангелие в новом завете рыцари деяния святых апостолов книга царств или первое послание коринфян нет но она хорошо 11 иаков имел 12 сыновей но только одну дочь как ее звали анна дина дора или рева дина кто сказал ученикам что иисус воскресе из мертвых иаков сара эстер или мария мария сколько детей имели давид и вирсавия 10 12 6 или 4 на это правильный ответ пальцем в небо но это правильное задумываешь 2 там какое дерево иисус сделал увядающим потому что она не приносил плоды яблоко груша апельсин или инжир это правильно кто построил ковчег мой какой царь был отцом иоаннафана ксеркс ирод соломон или саул но это было почти правильно ты молодец тебе аплодисменты от меня ты рада что делаешь христианской семье да конечно в чем плюс но в том что в первую очередь те библейские принципы которые вложили в меня родители они не дали мне согрешить когда я общалась с ребятами вот со двора хотя еще не имела личной встречи с богом но вот вот это вот страху уже они вложили я благодарна расскажи про твои ты одна девочка получается и два старших брата какие у вас были взаимоотношения они тебя били или ты их била они тебя защищали сверхконтролировали вот раскрыт они у меня самые замечательные братья на свете я их очень люблю и самого детства очень любила старший брат он на 11 лет меня старше он нам как отец всегда был младший брат он на полтора года меня старше мы с ним как друзья всегда росли и не было такого но так только побить с подушками в игре это максимум они любили меня они защищали меня всегда брали с собой везде и это у нас всегда такие были крепкие дружеские отношения естественно их отношения с друг с другом ты замечала какие-то но у них конечно как у парней бывало всякое и побиться могли и тут же помириться и гулять вместе но у старшего он всегда младшего с собой везде брал они как два друга и до сих пор они общаются созваниваются у нас сейчас нужно будет два момента осветить тебе нужно будет вот прямо на ту камеру сказать дать советы родителям по воспитанию детей дать совет детям потому как взаимодействовать с родителями тем более тоже сама родители ты хорошо знаешь а вот и будут со стороны ребенка потому что не так давно то еще было ребенку но в первую очередь какой совет я могу дать родителям хотя сама еще молодой родитель много его не знаю первую очередь слышать своего ребенка слышать что он чем он вообще живет узнавать об этом порой ребенку не столько нужно чтобы мы ему дали какой-то совет или сказали наставление сколько нужно чтобы мы поняли что у него в сердце и чтобы мы это действительно уважали а как понять а ну вот чем он живет это очень важно ну бы мы ребенка можем заставлять делать одно он не хочет это делать и у него в сердце совсем другое желание надо узнать что вообще он хочет чем он живет чтобы он хотел и это не балует но это вам дает такую доверительную связь между ним между вами ребенку я конечно желал бы рассказывать обо всем стараться родителям не прятать ну конечно чтобы родители это все понимали если есть какие-то переживания у ребенка чтобы это правильно воспринималось и и а именно это в отношении говорить или или в христианском плане еще даже в христианском плане как как тебя на сердце но если у этого ребенка подростка или уже взрослого человека есть какие-то переживания не бойтесь говорить об этом с богом или с пастором тоже если вы ему доверяете ли человеку с церкви которому вы доверяете обязательно нужно говорить и тогда может быть какой-то ответ вы услышите на свою на свой вопрос на свою просьбу вот родители мудрости и терпения алина спасибо тебе большое за программу ты молодец ты все круто говорила по существу вот эти советы которые ты дала дорогие друзья мы советуем каждому из вас пользоваться потому что они даны были с мудростью с большим опытом и с добрым сердцем а с вами был как всегда ваш великий ведущий алина и никита тоже участвовал в программе всем спасибо